Видеоканал «Первая столица» и Россотрудничество в Украине представляют проект «Литературные студии». Товарищи Дуни, немедленно сознавайтесь, кто из вас написал эту песню. Ответ на этот вопрос махрового бюрократа Бывалова в очень комическом исполнении Игоря Ильинского в старой кинокомедии «Волга-Волга» был заведомо известен практически каждому советскому телезрителю. Ведь как раз именно Дуня эту песню и написал. Именно Дуней звали друзья и коллеги замечательного композитора Исаака Осиповича Гнаевского. Он стал не просто композитором, написавшим музыку к фильму, а одним из авторов кинокомедии. «Можно смело сказать, что без этой музыки не было бы фильма», утверждала после выхода комедии «Газета кино». Без привлечения скажем, что если бы не его музыкальное произведение, свет могли бы не увидеть и такие советские киношлягеры, как «Веселые ребята», «Три товарищи», «Дети капитана Гранта», «Цирк» и многие-многие другие. 30 января 2015 года гениальному композитору исполнилось бы 115 лет. Он с детства не любил таперов. Что вы, он их находил нелепыми. Да, тех самых таперов, которые громогласно заглушали первые робкие шаги великого немого. От них болели уши и тяжелелось сердце. Но ничего, придет время, и маэстро возьмет дело в свои руки. Рождение гения никто не отметил залпом салюта. Произошло это 30 января 1900 года в захолустном местечке Лохвица на Полтавщине. Мальчика назвали Исааком в честь великого иудейского патриарха. В доме отца будущего гения Цалия Иосифа Симоновича Дунаевского жил также его брат Самуил, дядя гения. Человек романтичный и совсем не хозяйственный. И был он музыкантом. Местечковые обитатели вообще не понимали, как это можно работать не руками, а головой. Но не только это отличало дядю Дунаевского от других жителей города. Он был обладателем огромного граммофона. Помимо криков торговцев, мелодий из дядиного патрифона, в Лохвице можно было услышать еще большой духовой оркестр. Именно этот чудаковатый музыкальный коллектив задавал неповторимый тон в местечке. Все вышеперечисленное – и оркестр, и дядю с патрифоном, и начинающий развиваться кинематограф, биографы позже назовут, той питательной средой для будущих музыкальных побед композитора Дунаевского. Мы же, харьковчане, осмелимся добавить в этот список и наш город. Уже очень много событий произошло у будущего гения в Харькове. Харьков – город моего детства, моей юности, моей учебы, первых творческих работ. Харьков – город, в котором формировались мои чувства, вкусы, известность. Мне дорог не только каждый уголок старого Харькова, но и бесконечно дорого и все новое, с которым я встречаюсь в этом городе на каждом шагу. В Харьковской городской специализированной музыкально-театральной библиотеке имени Станиславского среди большого числа предлагаемых просветительских лекций имеется и одна, посвященная композитору Дунаевскому. На виртуальную экскурсию по харьковским местам гениального композитора приходят представители разных поколений – те, кто рос на его музыкальных произведениях, и те, кто их воспринимает не иначе, как очень знакомые раритетные саундтреки. Предлагаю незамедлительно отправиться в начало XX века, в Харьков, если вы, конечно, еще не были на лекции в библиотеке Станиславского. Решили, что братья Дунаевские должны поехать в Харьков учиться в музыкальном училище Харьковского императорского музыкального общества. Вот это дом, в котором они поселились, Муня и Дуня, так их звали дома, то есть Боря и Исаак. Боря – старший брат, Исаак – младший. Их отвезли на улицу Грековскую, в дом номер 12. Здесь будет проходить их жизнь. Надо сказать, что оба брата попали в Харьков не так просто. Для того, чтобы два еврейских мальчика получили образование, даже в таком городе, как Харьков, в котором было очень ограничено еврейское население, нужно было доказать свою необходимость этому городу. Поэтому мальчиков сделали одного переплетчиком, а другого учеником переплетчика. Только таким образом они смогли прийти, приехать и поселиться в Харькове. Только потом их принял учиться Илья Ильич Слатин. По окончании приготовительного отделения талантливый ученик был переведен сразу на третий курс. Рядом с Дунаевским учились будущие композиторы Дмитрий Клебанов, Олесь Чешко, Алексей Рябов. В 1918 году Дунаевский окончил гимназию с золотой медалью. Но в это время его уже приняли студентом в Харьковскую консерваторию. Занятия скрипкой больше не интересовали Исаака. Им овладела новая страсть, имя которой – композиция. Борис Дунаевский писал о брате. Он запер скрипку в футляр, чтобы затем полностью отдаться занятиям по теории композиции. Окончив консерваторию, Исаак ушел из университета и стал работать для Харьковских эстрадных театров. Надо сказать, что нет хорошей жизни, конечно. Он, закончив университет и консерваторию, пошел в эти театры, а просто потому, что нужно было себя чем-то кормить. Время было очень голодное. Это были годы гражданской войны. В Харькове было тогда огромное количество беженцев, безработица. Было огромное количество и театриков, которые просто заполонили Харьков. Было достаточно много, и всем нужно было писать музыку. В театре он писал музыку для мелодикламаций, то есть стихов со специально написанным музыкальным сопровождением. Им именно эта часть биографии Исаака и рассказывает и о его первой и очень беззаветной любви. Вера Леонидовна Юрия Невашадурская была очень известной актрисой. Она, знакомство с ней искали первые лица державы. Она была желанной гостьей на закрытых творцовых концертах. Лично знала царя и царицу, великих князей, сенаторов, фрейлин двора. Именно в нее влюбился молодой Исаак Дунаевский. Мало того, они влюбились вдвоем. И старший брат тоже Борис очень полюбил Юриневу. Вот оказался такой вот любовный треугольник. Но на самом деле Юринева была намного старше братьев, и поэтому ни один из них не пользовался ее взаимностью. В 1919 году Дунаевского принял к себе на работу концертмейстером знаменитый театр Николая Николаевича Синельникова. Для любого театрального человека попасть в труппу Синельникова была самой большой удачей в жизни. В театре Дунаевскому посчастливилось познакомиться с великим русским комическим актером Владимиром Николаевичем Давыдовым. А позже он познакомился с Клавдией Шульженко, которая пришла в театр пробоваться на артистические роли. Позже Клавдия Ивана Шульженко стала исполнительницей огромного количества песен этого композитора. В 1919 году в Харькове родился первый в Украине театр для детей. Он расположился на Екатеринославской улице. Первое его название – театр сказки. В этом театре Дунаевский написал музыку к спектаклям «Алинур», «Снегурочка», «Хан и его сын», «Кот в сапогах», «Ящик с игрушками», «Медведь и Паша». И каждый новый спектакль театра был своеобразным экспериментом, в котором изучалось воздействие театра на зрителя-ребенка. В 1924 году Дунаевский приехал в Москву, где два года проработал в эстрадном театре «Эрмитаж», затем в Московском театре «Цатира». В 1929 году композитора пригласили работать в только что открывшийся в Ленинграде эстрадный театр «Мюзик-холл». В северную столицу музыкант переехал с солидным багажом – опереттами, балетами, музыкой к спектаклям. Благодаря ленинградскому «Мюзик-холлу» к этому багажу добавилась работа с еще одним жанром – кино. ПЕСНЯ ПЕСНЯ На счету композитора 11 оперетт, 3 балета, музыка к 30 драматическим спектаклям, 28 кинофильмам, более 100 песен. И еще одна незаконченная оперетта «Белая акация», над которой Дунаевский работал в свое последнее утро, 25 июля 1955 года. За свой короткий жизненный век в 55 лет он успел сделать то, чего многим другим хватило бы на несколько жизней. Вырастил двоих сыновей, причем тоже гениальных, написал гимн своей стране и не один. И, что самое главное, нашел свою жизненную нишу. И все это в годы войны, репрессий, травли завистников. А, возможно, такая творческая плодовитость как раз и объясняется временем, когда эстрада была не фанерной, лица без фотошопа, голоса живыми, а чувства не виртуальными.